Уважаемые якутяне, дорогие сограждане, я обращаюсь к вам сегодня в связи со сложной обстановкой с распространением коронавирусной инфекции. Прежде всего речь про Якутск, но это касается и других районов, где тоже зафиксированы случаи заболеваний. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин принял решение продлить режим повышенной готовности в стране до 11 мая включительно. И эти дни будут для нас решающими. Мы либо удержим результаты, достигнутые дорогой ценой, либо, расслабившись на майские праздники, спровоцируем взрывной рост инфицированных. Каждый день я лично рассказываю о ситуации с коронавирусной инфекцией. В круглосуточном режиме работают и дают информацию члены оперативного штаба. Практически все новости на телевидении, в социальных сетях и интернет-СМИ посвящены пандемии. Но, к сожалению, я вижу, что этого недостаточно. Несмотря на все призывы, ограничения и штрафы, на улицы выходят все-таки очень много людей. Друзья, вы очень сильно недооцениваете опасность. Вы рискуете жизнями реальных людей, ваших родных, соседей, друзей. Обстановка усложняется ежедневно. Если раньше для нас событием был каждый новый больной, то теперь ежедневно мы выявляем десятки зараженных. Коронавирус уже унес жизни трех человек. Да, у этих людей были хронические заболевания. Но если бы не эта инфекция, они могли бы прожить еще долгие годы. Я знаю, вы думаете, что вас это не коснется. Вы устали после долгой зимы. Вам кажется, что нет ничего страшного в том, чтобы выйти в магазин или сходить в гости. Вы отпускаете детей гулять и кататься на велосипедах. Но каждый раз, когда вы выходите из дома, вы будто ступаете на очень хрупкий тонкий лед и ведете за собой свою семью, коллег, знакомых, которые в любой момент рискуют уйти под воду вместе с вами. Более 70% инфицированных коронавирусом сегодня болеют бессимптомно. Более того, тесты выявляют болезнь только на пятый и шестой день. Возможно, что вы уже сами носители инфекции. Посчитайте, сколько человек попало в круг ваших контактов за последние пять дней. Готовы простить себе, если кто-то из них не переживет эту инфекцию. Дела, ради которых вы вышли из дома, действительно ли стоили того. При выявлении болезни Роспотребнадзор сегодня проверяет все контакты. Иной раз их число доходит за сотню у одного человека. Гуляет по городу не только молодежь, но и пенсионеры. На День Республики многие выехали на шашлыки большими компаниями. Подумайте, что вам дороже – шашлыки или здоровье и жизнь. Мне поступает множество вопросов. Будут ли парады 1 и 9 мая, будет ли сэх и выпускные, будет ли охота. Никакие массовые мероприятия в мае, конечно, не состоятся. Если в начале мая люди продолжат также спокойно выходить на улицы, боюсь, что нормальной жизни не будет у нас и в июне. Оставайтесь дома, если не хотите провести последний месяц весны в обсерваторе или в больнице. А если вынуждены выйти, соблюдайте масочный режим. Маски уже есть в продаже, их шьют предприниматели, можно в конце концов сшить и самостоятельно. Режим самоизоляции – единственное, что может остановить распространение этой болезни. Это подтверждает и мировая практика, это мы видим и на примере, например, Алдана, где действует строжайший карантин. Если ситуация не изменится, мы будем вынуждены ужесточить режим и в других городах и районах. Особенно сложная обстановка сейчас в Якутске. Почти все последние случаи – это внутреннее заражение по семейным или рабочим контактам. Есть случаи, когда источник не установлен. В этой ситуации прошу активнее включаться и администрацию Якутска, оперативно принимать ограничительные меры, строго контролировать их исполнение. Для этого есть все полномочия. Я понимаю, что все устали, что многие теряют доходы, но других методов борьбы с коронавирусом нет. В то же время это возможность уделить больше внимания своей семье, чаще заниматься с детьми, проявить заботу о пожилых родственников, которые сейчас в зоне особого риска. Конечно, ни в коем случае нельзя навещать их, если вы живете не вместе. Но можно чаще звонить, заказать продукты и лекарства. В это сложное время якутяне не перестают удивлять. Каждый день мы видим примеры взаимовыручки, искреннего участия и поддержки от самых разных людей и организаций. Я уверен, что эта ситуация уже многому нас научила, и мы с достоинством пройдем это испытание до победного конца. Проявите выдержку, оставайтесь дома или на дачах. Здоровья вам и терпения! Спасибо!